Бывшему начальнику Наринмарского Ростехнадзора вынесен судебный приговор. Владимир Хозяинов, обвиняемый в совершении семи преступлений, в том числе получения взяток, приговорен к пяти годам лишения свободы и штрафу в 5 миллионов рублей. Если в течение 10 дней обвиняемый не подаст в суд апелляционную жалобу, приговор вступит в силу. Коррупционное дело Владимира Хозяинова началось весной 2015 года. Тогда сотрудники ФСБ провели обыск в квартире подозреваемого и нашли десятки пятитысячных купюр и выписки с лицевого счета. Владимир Хозяинов хранил в банке 7 миллионов рублей. По версии следствия, эти деньги чиновник получил в качестве взятки. Экс-руководитель Наринмарского гостехнадзора за денежное вознаграждение подписывал документы. Сначала протоколы заседаний проверочной комиссии филиала Ухтинского университета об успешном проведении экзаменов инженерно-технических работников. Затем утвердил акт приема котельной детского сада на лесозаводе. Тогда в качестве подрядчика выступала архангельская компания «Теплогазстрой». Известна еще одна коррупционная история. По версии следствия, в ноябре 2014 года чиновник за энную сумму утвердил акт о расследовании группового несчастного случая с работниками Ухтинского филиала «Восток Геофизика». Компания не имела разрешения на производство взрывных работ, но проводила их. В одном из них пострадали два сотрудника. Они получили ожоги и травмы средней тяжести. Ухтинскому филиалу удалось избежать наказания и крупного штрафа из-за отсутствия сведений на разрешение взрывных работ в липовом документе. «Путем частичного сложения наказаний хозяину назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом 5 миллионов рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжален суд Ненискоавтономного округа». Судебный приговор – результат совершения семи преступлений, предусмотренных частями 1.3 ст. 290 Уголовного кодекса. Это получение должностным лицом взятки и получение взятки за незаконное бездействие. «Он сейчас до вступления приговора в судебную и в законную силу направлен в следственный изолятор. Ну а если после вступления в законную силу, если он затвердится, то он будет направлен для отбывания наказания. В том случае, если он вступит в законную силу». Дело хозяинного – не первый случай уголовного наказания коррупционеров. Бывший сотрудник ГИБДД в прошлом году был отправлен на 8 лет в колонию строгого режима. Евгений Ольховский возвращал водительские права нарушителям за вознаграждение. Ещё двое сотрудников Дорожной инспекции скрывали сведения о нарушениях правил на дороге некоторыми таксистами. Расследование этого уголовного дела сейчас находится на особом контроле прокуратуры. За взятки в особо крупном размере ждут наказания ещё несколько человек. Это экс-начальник управления имущественных и земельных отношений Ненецкого округа Николай Дроздов. Он сейчас находится под домашним арестом. Бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД Сергей Савельев заключён под стражу. Обоим грозит от 10 лет лишения свободы. Валентина Чибичек, Вадим Стасюк, Телеканал Север.